Делаем то, что никто не делает! Никто не решался, так скажем, брать это направление, возрождать его, и вот в прошлом году такая идея случилась, давайте попробуем, ну давайте попробуем, мы попробовали и в принципе как-то стали вот развиваться, смотреть старые выступления, выступления других каких-то зарубежных коллективов, нарабатывать базу. Коллектив театра теней называется «Твинс». Это наименование оставалось неизменным с самого образования. Отчасти благодаря ему команда продолжает оставаться дружной. В переводе с английского «Твинс» — близнецы. Несмотря на то, что никто из коллектива не связан друг с другом родственными узами, все они — часть одной творческой семьи. Они не только схожи между собой, но и равны. В этом году у нас случилась очень интересная история. Когда был набор в сентябре, сначала к нам пришло двое первокурсников, потому что, ну, не знаю, не нашлось больше таких экстравагантных товарищей, которые бы хотели себя попробовать в подобном. После этого случился городской день первокурсника, и мы уже расширили как бы свой круг, начали набирать из разных институтов, тоже там чуть-чуть набралось. И после дня первокурсника городского, вот буквально совсем недавно, к нам добавилось еще два человека. Так что в этом году у нас такой был последовательный набор, и люди добавлялись-добавлялись, потому что театр теней как-то больше стал на слуху, и, видимо, возник интерес, поэтому пришли еще люди. Если у других творческих коллективов есть возможность готовиться к выступлениям днем, то для репетиций «Твинс» требуются особые условия. Основной принцип теневого театра — использование теней от фигур или предметов, которые падают на экран. Прогоны номеров проходят в специально подготовленной аудитории химического института с настроенным проектором и белым стендом. Днем солнечный свет, проникающий через окна, мешает, поэтому девушки собираются исключительно темными вечерами. За ширмой это выглядит как-то странно. Мы ползнем по полу, мы как-то перемещаемся, что-то делаем, как-то это очень странно. То перед ширмой это выглядит очень красиво. Мне в целом нравится все, в целом нравится, как у нас происходит процесс. У нас также есть тренировки, мы растягиваемся, также это и творчество, когда ставим номер. И потом само выступление, сам момент этого волнения перед сценой, перед выступлением, эмоции после того, как ты выступил. Все это в целом делает одну картину, и после этого складываются только приятные впечатления. Несмотря на то, что большая часть коллектива этого года первокурсники, за четыре месяца им удалось стать настоящей семьей. У девушек даже есть свой талисман Гоша, который они всегда берут с собой на выступления и на репетиции. Мы постоянно смеемся, не тоскуем, всегда есть чем заняться. И в конце каждой репетиции, это уже традиция, мы проводим свечку. Мы садимся в круг, и каждый высказывает свои впечатления о сегодняшнем дне. Не обязательно о сегодняшнем дне, а вообще о том, как прошла неделя. Можно пожаловаться, можно порадоваться, и это очень мило и сближает. Не так давно завершился межвузовский фестиваль «День первокурсника», на котором творческий коллектив «Твинс» также принял участие. Им удалось взять гран-при. Это, несомненно, результат упорной работы. Тренировки 3-4 раза в неделю, которые длились по 4 часа, поддерживающие растяжка дома и прогоны на сцене «Уникса». Мы репетировали до 9 часов вечера, где-то 3-4 часа мы были в институте, и мы все это время репетировали. И в какой-то степени не хватало времени. После института, после тренировок приходишь домой, а у тебя, например, на следующий день контрольные, и ты просто как-то всю ночь готовишься к этой контрольной. Перед городским «Днем первокурсника» у нас было очень много репетиций, которые шли по 4 часа. После этого, конечно, ты приезжаешь ночью домой, уставший, тебе нужно еще делать уроки, чтобы пойти на пары, но при этом ты понимаешь, к чему ты идешь. Есть к чему стремиться. Мы очень хотим, конечно же, поехать на российскую студенческую весну, потому что такой шанс выпадает нечасто, и очень хочется, чтобы он случился. Тем более, что мы на городском «Днем первокурсника» выиграли гран-при, и пока это все продолжается, по удачной тропинке сразу на Россию. Для этого будем очень стараться, будем развиваться, расширяться, делать какие-то еще более необычные решения. Сейчас девушки не только репетируют программу для театра теней, но и осваивают актерское мастерство, занимаются растяжкой и пробуют себя в разных танцевальных направлениях. Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Николай Суховский, Универ Новости.